МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Вспышка кори в Дагестане. С начала года заболевших эта инфекция стала больше. Рост 170, среднего телосложения, зеленые глаза. Полиция ищет преступника, совершившего ограбление кредитного центра в Дербенте. Умелые руки унцикульских мастеров. Житель села Гимры обучает местную молодежь ремеслу предков. В Дагестане растет число заболевших корью. 9 воспитанников Махачкалинского детского сада Майдат госпитализирована с этим диагнозом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Заболевшим от 2 до 6 лет. Большинство из них в настоящее время находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. По информации ведомства, всего с начала года в республике выявлено более 20 вспышек кори. Вооруженный грабитель ворвался в кредитный центр в Дербенте. Угрожая сотруднице ножом, он потребовал деньги. В итоге забрал 56 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Благодаря камерам видеонаблюдения МВД удалось установить приметы преступника. Его рост 170-175 сантиметров. Среднего телосложения глаза зеленые. Возбуждено уголовное дело. МВД Дагестана просит всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться по телефонам, указанным на ваших экранах. Министр МЧС Дагестана проверил готовность пожарно-спасательных подразделений Дербента. В ходе рабочей поездки на реман Казим Магомедов встретился с главой города Хизрия Бакарова. Были обсуждены вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Казим Магомедов выразил надежду на совместную плодотворную работу и поддержку со стороны городских властей. Последний пожар, который был на Думе, показал, что подъездные пути, дальше вопрос касающегося сомжения, гидранта, вообще в городе очень движется в состоянии, в жарном состоянии. И было поручение Артема Алексеевича вопрос разобраться вместе с вами, так и заложить ему, на кой стаде, как мы должны будем выходить из положения и решать вопрос. Выпускники школ заблаговременно готовятся к сдаче ЕГЭ, занимаясь дополнительно у репетиторов, но не у всех есть такая возможность. Волонтеры знаний – так будет называться проект по подготовке детей из малообеспеченных семей к сдаче единого государственного экзамена в Дагестане. Его авторы, полуфиналисты Всероссийского конкурса управленцев лидера России провели встречи с коллективами вузов ДГПУ и ДГИ и разъяснили основные принципы своей многообещающей идеи. Выслушал их и мой коллега Абдул Алиев. Уравнять шансы получить высшее образование детей из разных социальных сословий взяли на себя полуфиналисты конкурса управленцев лидеры России. В рамках их проекта волонтеры знаний, школьников из малообеспеченных семей совершенно бесплатно подготовят к ЕГЭ профессиональные педагоги, а также студенты-старшекурсники со всей республики. Проект обещает быть долгосрочным, как отметил один из его авторов Тамерлан Буганов. Есть такой проект, который называется «Сердце лидера». Реализация этого проекта является обязательным условием для выхода в финал. Вот суть этого проекта, он должен быть социальным, он должен быть долгосрочным, он не должен быть каким-то разовым. В работе проекта будут участвовать сотрудники фонда «Инстан», который предоставит списки малоимущих семей по республике, а также возьмут на себя часть финансовых расходов. Кроме того, к реализации проекта будут привлечены как региональные волонтерские организации, так и федеральные. Я думаю, ребята, которые участвуют в полуфинале и участвуют в конкурсе лидеры России, они находятся на правильном пути. И, соответственно, сегодня Дагестанский государственный педагогический университет, который является действительно серьезной площадкой, который готовит непосредственно учителей, и они первыми услышали об этом проекте, и они первыми подхватили эту идею для того, чтобы его, естественно, реализовать. Волонтеры знаний – очень интересный проект, нужный на сегодняшний день, просто необходимый. И мы, работники как высшей школы, так и, думаю, средних специальных учебных заведений, муниципальных образовательных организаций, все должны откликнуться на этот проект и проявить добрую волю, поддержать. Проект должен быть полностью завершен до 21 февраля. Его главная задача – решить одну из актуальных социальных проблем и помочь обществу. Всего полуфинал конкурса «Лидеры России» от Дагестана пробилось около 60 человек. В общем, от СКФО отберутся 13 финалистов. Абдулла Алиевнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Декоративные абажуры, ограждения для дачи и даже рыболовные снасти – все это из гранатовых и виноградных веток. Мастеры села Гимры вот уже более 30 лет приобщают местную молодежь к ремеслу предков. Слово Патимат Ханаповой. Скромная хижина с соломенной крышей, недалеко от нее хлева для овец и крупнорогатого скота, горы, а в ее подножии водяная мельница и минарет. Этот макет полностью изготовлен с помощью техники лазоплетения. Краевец села Гимры Казимагомед Камилов попытался в одной композиции отобразить образ жизни горцы в прошлом. Это самые козы, вот сюда, корои, вот сюда, вот корои давит, вот это самое, видишь, кушины. Вот в таких местах мы жили раньше. Из травы вот делали вот это самое. Вот видишь, как это я вязал? Это двор, это домик. Вот это сами топчаны, которые раньше были. Мы сейчас на кроватях, на диванах спим. Вот такие топчаны были раньше, вот они. Они из дерева делали? Да, из дерева делали. Свой суровый быт смекалистые гимринцы пытались упростить с помощью небольших хитростей. Так, например, для сбора урожая с высоких деревьев они придумали специальный прибор – плодосемник. А в рыболовстве им и по сей день помогают такие плетеные корзины. Изготавливаем, оставляем хлеб туда-сюда, внутрь, и вставляем туда, в речку. И утром приходим, уже рыбы там, штук 10, 20 или полные. Вот это самое. Что дальнейшей жизни? Мы же не знаем, вот так живем. Ну, завтра какой день будет, что будет, мы не знаем. Помимо предметов быта, при музее изготавливаются и орудия для обороны и защиты аула. Это мечи, ножи и даже деревянные ружья. Тогда они были обязательными атрибутами каждого горца. В царские времена использовали такие топора. Вот смотри, и так тоже. Смотри, хочешь, так можно резать. Хочешь, вот так можно ударить. Она же острая. Хочешь, вот так. Это Казимагомед увлеченно рассказывает и показывает уникальное орудие. Использовалось оно в военных походах. Топор изготовлен так, что при битве за один всего лишь маневр можно было обезвредить нескольких врагов. Такие плетеные изделия гемринские мастера сейчас изготавливают специально для музеев, а раньше все это использовалось в быту. Допустим, вот такие корзины, в них перевозили фрукты и овощи на ослах. А вот в таких маленьких они носили гостинцы для кунаков. Искусство лозоплетения Казимагомед обучает и молодежь. Мастер ведет при местной школе кружки. Дети признаются, что ремесло действительно увлекательное. Все в один голос признаются, что самое занимательное в деле – это сбор веток в саду, куда они и ходят всем классом. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Унсукульский район. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим, не переключайтесь. Дагестанцы спасли беременную женщину из пожара в Перми. Сирожидина Абдулгаджиев и Гусейн Рабаданов стали свидетелями происшествия и помогли женщине выбраться из горящего здания. А уже после того, как ей помогли спуститься, ее увезли в больницу, где она родила ребенка. Известно, что Сирожидина Абдулгаджиев занимается в Перми адвокатской деятельностью, а Рабаданов – детский хирург. Махачкалинец сам у себя украл авто. Он инсценировал кражу своего автомобиля «Лада Ларгу» с целью получения страховой премии. Мужчина обратился с заявлением о краже машины стоимостью 610 тысяч рублей. Однако позже полицейские выяснили, что заявитель сам спланировал преступление. Свою машину он продал на разбор. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит реальный срок в колонии. Житель Хасавирта проведет в колонии 19 лет за двойное убийство. Верховный суд Дагестана признал виновным Сайхана Яндарбиева. Громкое преступление прогремело в северной столице республики. Там были застрелены женщина и ее пожилая мать. Следствие установило, что виновным оказался сожитель молодой женщины, который выстрелом в голову убил сначала ее, затем ее мать. На месте трагедии также была несовершеннолетняя девочка, родственница убитых женщин. Преступление было совершено в безлюдном месте. Его вина полностью доказана. И о спорте. Боксер Артур Акавов претендует на пояс WBO в среднем весе. Завтра утром на шоу в Нью-Йорке дагестанец сойдется с действующим чемпионом из США Диметриусом Андраде. Сегодня спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. Напомню, что Акавов будет биться за титул второй раз. Два года назад он уступил британцу Сандерсу. С того времени он провел три поединка и вновь заслужил бой за пояс. Соперник нашего боксера Андраде имеет в своем активе 26 боев и еще не знает о горечи поражений. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.